Доброе утро! Вон сегодня и солнышко пробивается. Небо вон какое! Ночью шел дождик. А я что-то сегодня полночи не спала. Настроения особенного нету никакого. Ой, вот прям мешает дом. Вон какая красота! Встал полшестого. А сейчас прям не могу, хочу спать. Может, разгуляюсь. Да уже кот с утра нервы вымотал. Ой, вообще. Лезет туда, куда не придумаешь. Главное, везде вот облака понизу. И с той стороны. А небо наверху чистое. 9 градусов тепла. Ой, какой сегодня день-то! Ой, какой день-то сегодня! Слышите, орёт-то! Он опять под крышей сидит. И опять орёт. Каждый день одно и то же. Смотрите. Сколько тут? 13 градусов. Ой, очень хороший день сегодня. Прям красота! Ой, сегодня прям так тепло, что я даже дверь на улицу открыла. Вот. А я вам что хочу показать, девочки? Сейчас очень модные. Ёлки заснеженные. Они дорого стоят. Ну и смотрятся, конечно, хорошо. Вот. Вот есть у меня веточка вот такая, одиночная. Вот я вам хочу показать, как можно в домашних условиях сделать такую ёлку. Но для этого ёлку нужно разобрать по веточкам. Я не знаю, как это будет смотреться. Вообще, получится ли что у меня. Хорошо делаются, знаете, вот эти вот дешёвые ёлки, у которых веточки сделаны из таких вот... Ну вот, в фикс-прайсе продаются дешёвые, такие редкие. И у них такие вот, ну, из ленточек вот эти вот сделаны. Тут-то не такая. Не знаю, даже приклеится, нет. Вот. А для этого нужен обычный строительный, вот лучше строительный ПВА. Обыкновенный вот такой вот. Со строительного магазина. Нужно разобрать ёлку прям по веточкам. Ну, они же все разборные. В основном. А которые маленькие, целиковые, так их можно там размотать. Вот. А потом... Вот у меня измельчённый пенопласт. Но это крупноватый. Есть ещё помельче. Можно сделать помельче его. Вот. Вот видите, что получается. Всё. Самый простой способ. Ну, и всё дать высохнуть. А потом, когда высохнет, можно ещё побрызгать лаком для волос. Но оно и так будет держаться. Ну, что-то осыпется, понятно, когда будете ёлку собирать. Ну, вот так вот. Ну, вот. А если ещё помельче измельчить пенопласт, это я через мясорубку прокручивала. А есть прям совсем. На Алиэкспрессе продаётся мелкий. В пакетах. И стоит он недорого. Ну, это густая ветка. А если ветка редкая, прям совсем плохонькие вот эти дешёвые ёлочки, то ещё сверху потом можно посыпать флоком. Это такой материал, типа как бархатная пыль, что ли. Он тоже недорого совсем стоит. И вообще будет красота. Ну, вот пусть она сохнет. И потом сделаю композицию новогоднюю. С этой веточкой. Так что было бы желание, мои хорошие. Слушай, Макс, я тупее животного не видела. Каждый день он залезает на эту высоту. И каждый день он по несколько часов орёт. Вчера спрыгнул. Уже время было девятый час вечера. А я уже не реагирую. Мне надоело. Я должна рисковать своим здоровьем лазить на такую верхотуру. А он завтра опять то же самое делает. Да, как хочешь. Нехрен лазить. Ага. И вот орёт, орёт, орёт. Сегодня у меня день всяких доделок. Надо было съездить в СДЭК. посылку получить. А я чего-то всяким вот этим занялась. Это я эпоксидку развела. Вот. Погода такая хорошая. Там стирку. Совсем бельё не сохнет. Вообще. Может, хоть такие дни постоят. бельё посохнет. А я хочу вам похвалиться, мои золотые. Если всё будет хорошо, то я 27 числа лечу в Питер. как тебе, миленькая, положить. вот и буду встречать Новый год в Питере. жду, жду, не дождусь. Надо сейчас заранее сделать заказ фурнитуры там в магазине, в интернет-магазине, который я после Нового года тоже там покупала, заказывала. вот. Вот. Потому что отсюда я пробовала заказать. Мне сбросили заказ, и всё. Вот. Вот так вот. Так что вот надо сейчас корзину приготовить, чтобы в Питере быстренько это дело заказать, чтобы мне привезли. Так. Ну, ладно. Приклеила. Сутки будет сохнуть. Вот. И для шкатулочки. Ничего я не нашла такого карусельно-циркового. Вот единственное, велосипед у меня есть. Такой. Ну, и Лёвушка открывать. Маленькая такая штучка. Вот сейчас тоже приклею. Угу. У меня ещё там не высохло. Не приклею пока. Вот. Вчера сделала шарфик. Вот эти вот бусинки бисером. Бисером обшила. Вот как вы думаете, да, вот сколько за такую работу нужно брать денег? Да никто не купит. Сколько стоит такая работа? Вот. Ну, шарф вот такой весь. Э-э-э-эй! Яркий такой. Вот. Шарфов у меня уже 15 штук. Так что к весне я буду, наверное, ну, больше 20-ти-то. Ну, если бы всё будет хорошо, конечно. сейчас такая жизнь, что загадывать, мои дорогие, не приходится. Так, я хотела вам показать сегодня, как розочку из платка делать. Но меня попросили опять показать, как... Не могут люди найти в видео. видно, видно, я в мастер-классе не добавила. Показать, как укорачивать штору, ну, ничего не подшивая, не ушивая. Девочки, любое колечко, любое. Вот. Вот у меня вот есть вот такие два колечка. Они маленького диаметра, можно большого. так, берём в это колечко, продеваем сюда. Ой, высоко. Сейчас пониже вот так вот сделаю. И вытаскиваем. Вот сколько вам надо, надо вам больше. Вытащите больше. И можно прям вот их в ряд сделать. Можно два, можно там... Сколько вам надо? Вот. Видите, получается, что... и она из штора поднимается, короче делается, и... как украшение. Вот. Ничего сложного нет. Можно любое кольцо, металлическое, какое там, какое есть у вас. Так, у меня сегодня в видео получается какие-то советы такие, ну, такие мелочи жизни. Вот, девчонки, вот продаются вот такие шарики. Ну, так как Новый год скоро, то на ёлку можно их повесить, а можно просто дом украсить. это уж кому чего. Вот. Очень просто. Даже не... Не знаю. Ну, можно туда игрушечки маленькие приклеить. У меня вот есть олень очень старый, советский годок, наверное, по 50-х, а может, 40-х. Такой, знаете, из ваты делали на проволочках. Но он у меня не влезает в этот шарик. А можно прям сделать миниатюрку такую, знаете, прям маленький домик, маленького Деда Мороза приклеить, чтобы он стоял. А можно просто вот... Ну, вот. Ну, только лучше пластик, потому что, ну, все-таки, чтобы не тяжело было, понимаете. Вот. Взять каких-то, накласть. Ну, побольше, половинку хотя бы вот засыпать. Ну, я не буду сейчас это... Вот даже цвета не буду подбирать. Просто, чтобы вам показать. У меня вот есть такие полубусины. можно совсем мелочевку какую-то. Сейчас. Где-то у меня тут были. Снежинки вот такие. Они очень красиво переливаются. И все. закрываем. Веревочку сюда вставляем. И вот вам... Ну, если побольше насыпать, так оно и будет побольше. Ну, я говорю, а можно какие-то фигурки туда вклеить. фигурки. А зато можно каждый год менять. Что-то делать по-другому. Вот. Так что вот такие вот шарики можно делать. У меня кот так и сидит, орёт на крыше. Каждый день. Ну, каждый день. Вот одно и то же. Ничего. В мыслях ничего человек не понимает. Ну, просто вот. Ой. Каждый день он залезает, каждый день он орёт. Потом часа через три спускается. Так, вот что ещё. Вот это как сделать розу из платка или из шарфа. Вот я об этом знала, знаете, когда? Наверное, когда мне было лет двенадцать. Когда я училась на курсах кройки и шитья. Спасибо моей маме, она меня отдала на платные курсы. Я два года ходила, занималась. Очень мне в том возрасте этого не хотелось. Ну, вот там у нас была преподавательница, просто вот замечательная женщина. Она так шила, она она вот просто вот так измеряла сколько сантиметров, вот так на глаз. Ну, вот так вот поставит и говорит вот там пятнадцать, семнадцать. Ну, вообще вот такая женщина. И вот она нам очень много всякого такого рассказывала, но так как это было давно, я много чего не помню. А то, что в жизни вот как-то пригодилось, что-то я делала, то запомнилось. В общем, короче говоря, если платок квадратный, то с середины надо делать. А если у вас шарф, то можно и с середины, а можно и с краюшку. Вот любую берем ну, трубочку, как сказать-то. Дело просто пяти минут. Вставим и начинаем закручивать. Мало ли, что вам нужно украсить. Не знаю, подушку диванную, господи. Ну, не знаю, смотря какого размера у вас шарф. Может быть и на платье, может быть, ну, ну, девчонки, ну, это уж ваша фантазия. Там, да? Вот. И теперь нам все это нужно сколоть булавочками, приколоть эту штуку. Она с нитками, поэтому не очень хорошо. Вот. Можно вот так вот сделать. Ну, и чем вам не роза? Вот. видите? А с обратной стороны все это, конечно, сначала надо приколоть, сколоть, а потом все это сшить. Вот вам и роза. А можно с конца? Ой, а сейчас я вам покажу. А можно вот такого вот диаметра, да? Давайте попробуем, я вот не пробовала еще. Так, надо вот эту штуку убрать. Хорошо, когда скользкий стол. Ну, и поехали. Ну, поехали. Не знаю, мне кажется, все женщины в возрасте, кто когда-то чем-то вот таким занимался, каким-то рукоделем, мне кажется, об этом все знают, но может и не все. так. Опа. Ну, видите, только она получилась такая. Серединку у нее побольше. Ну, вот это все туда убрать лишнее. Серединочку можно вытащить. И то же самое вот так же. Заколоть тут все булавочками, а потом снизу все это сшить. И все. Ой, можно, если у вас много платков ненужных старых или каких-то отрезков ткани, можно и подушку сделать прям так. Слушайте, а можно и коврик сделать. Он такой будет мягенький. Ну, а что, положил кроватки ножками на такие розы. Вот, так что мой вам бесплатный совет. Ой, кстати, помните, ну, вот когда я покупала эту ковту, сколько прошло? Недели три, наверное. Все. Молнии хана. Надо молнию менять. Все, она вся разъезжается. Причем, она начала разъезжаться со второго дня, наверное. Терпеть не могу, и все равно покупаешь все эти бишкеки. Вот, Василек я раньше рекламировала. Ну, дерьмо дерьмом, девчонки. Ну, что хвалят, я не понимаю. Я вот отказалась. Ни размеры не совпадают. Синтетика одна. Черти косо криво. Ой, все раздарила и успокоилась на этом. Вот, так что вот такие вот вещички можно делать. Ну, а понятно, если вы возьмете небольшой кусочек там, небольшой кусочек, да, ткани узенький, то у вас получится маленькая розочка. Маленькая, аккуратненькая. Так что, мои дорогие, дерзайте! маленькая. Маленькая.